Всем привет! Вы на канале Alka Parfumer и сегодня будет топ виски для новичков или с чего начать свой путь в мир виски. Ну что, поехали! Если вы решили только начать свой путь в мир виски, то вы выбрали правильный ролик. И виски, конечно же, сейчас в тренде, поэтому цены на него постоянно растут. И из-за этого я буду рекомендовать именно виски по более-менее адекватной цене. Но это не значит, что здесь будут виски за 1000 рублей. Виски хороших за 1000 рублей не бывает. Это, как правило, посредственные бленды. В этом ролике будут виски, которые у меня уже были на обзорах, либо будут. То есть вы, соответственно, перед покупкой можете перейти на отдельный обзор и посмотреть его. Учитывая, что на это видео будут заходить не мои подписчики, но, надеюсь, мои будущие подписчики, я немного расскажу, как начинался мой путь виски. Лет 10 назад я попробовал привезенный из немецкого тревел-ритейла моему отцу Artbeek 10 литровый и поразился. То есть, ну, давайте зайдем еще дальше, чем 10 лет назад. Как и многие, наверное, я в студенческие годы пил обычные какие-то бленды. В основном это было что-то типа клана Макгрегора, которым мы мешали с колой. И, естественно, как и многие, насмотревшись фильмов, где пьют виски чистым, я решил попробовать тоже его чистым. И в отличие от какого-нибудь клана Макгрегора, которым мы мешали с колой, который продавался просто в бутылках без коробки, я решил приобрести Катисар, который шел в такой желтой коробочке. И мне казалось, что это уже что-то такое путевое. Катисар после того, как я его попробовал, я сильно расчаровался и продолжил дальше пить, как и мои друзья, виски с колой. Но 10 лет назад, когда я увидел эту бутылочку Artbeek 10, мне очень понравился дизайн, мне показалось, что это что-то такое солидное, серьезное, и я решил попробовать его чистым. И когда я попробовал его чистым, я удивился и подумал, что неужели бывает такой виски. И после этого я уже начал углубляться в тему, какие-то статьи читать в книге, правильно дегустировать виски. И это даже, наверное, началось не 10 лет назад, а уже, скорее, это был, наверное, год 2010, то есть даже больше. Однако есть и другая сторона медали. То есть, например, у меня есть знакомый, который как раз-таки попробовал чистым впервые Лафройк, и у него отбило это лет на 10 желание пробовать виски чистым. То есть, бывает и так, и так. Поэтому я всегда говорил, что я не люблю никакие рекомендации, у каждого свой путь. Кто-то говорит, что ни в коем случае не надо пробовать торфяные виски первыми. Это слишком серьезно, это уже потом. У меня же было наоборот. Однако есть и пример среди моих знакомых, которые как раз не стоило пробовать первым торфяной виски. Поэтому я никогда не занимаюсь рекомендациями, но спрос рождает предложение, запрос на такое видео был. И я решил сделать это видео универсальным, которое подойдет как раз и под мой вариант, и под вариант, который я рассказал. Для начала я рекомендую купить несколько базовых релизов разных категорий. Три основных, например. Это виски, которые выдерживались в бочках из-под бурбона, виски, которые выдерживались в бочках из-под хереса, и торфяные виски. Я уверен, что какой-то из них вас зацепит. Уверен, что дело дойдет до всех. И возможно, это будет даже циклично. Но для начала вам надо определиться, что именно вам понравится первым. Также я бы рекомендовал выбирать именно невысокую коммерческую крепость 40, максимум 43%. Скажу почему. Потому что многим, кому я советовал, новичкам, которые ко мне обращались, сразу 46 плюс крепость, чтобы, как правило, там уже не будет холодной фильтрации и тому подобное. В итоге фидбэк был такой, что чувствую один спирт, ничего кроме. То есть посоветовал какую-то фигню. При этом я всегда советовал очень хорошие виски, 46% без холодной фильтрации. Как правило, это был еще и виски неподкрашенный. И при этом он не имел особой спиртуозности. Однако же люди чувствовали, поскольку они новички, ненатренированный нос, получали ожог и кроме спирта ничего не чувствовали. При этом, повторюсь, виски, которые я рекомендовал, были не спиртуозные. Поэтому теперь я рекомендую виски для новичков именно коммерческой крепости, чтобы повышенная крепость не мешала распознать им палитру. Потому что они же как делают? Как и все, сразу нос свой опускают, вдыхают. А поскольку люди ненатренированные, то просто получают ожог и после этого распознать ничего из аромата не могут. То же самое происходит и со вкусом. Ну и давайте начнем с категории, которая выдерживалась в бочках из-под бургона. Например, я рекомендую такой вариант. Гленн Скоша 10 лет, крепость 40% и выдерживалась в бочках из-под бургона. Причем первого наполнения. Также вы можете, конечно же, взять, как многие рекомендуют новичкам, Гленмораджи, например, 10. Также можно взять, по-моему, Гленфидик, конечно, используют еще в своей двенашке бочки из-под хереса, но их там не чувствуется вообще. То есть там скорее профиль бурбонный. Поэтому можно и Гленфидик 12, можно и Гленливит 12 взять. Кстати, чтобы не тратить сразу много денег, вы можете все взять в отлевантах, либо взять в складчину с друзьями, которые тоже хотят начать свой путь в мир виски. Помимо виски, который выдерживался в бочках из-под бурбона, я уже оговорился, что, например, Гленфидик использует еще бочки из-под хереса, в своей двенашке, но которые там не ощущаются. Можно взять еще какой-нибудь релиз, в котором как раз чувствуется и влияние бочек из-под бурбона, и влияние бочек из-под хереса. И, например, это такой вариант, как Гленгоин 12. Тоже невысокая крепость, и тоже доступная достаточная цена. И новичкам я бы рекомендовал попробовать его тоже. Далее я рекомендую приобрести виски, который выдерживался в бочках из-под хереса, либо финишировался в бочках из-под хереса. Например, в Глендронах. У меня просто на данный момент нету 12-летнего Глендронах. А 21, конечно, это очень дорого. Но я просто его поставил. По факту я подразумеваю именно 12-летний Глендронах, который выдерживался в бочках из-под хереса. Также можно приобрести Гленморанжи 12-летний Лосанто, который финишировался в бочках из-под хереса. Либо там ду 12-летний с 43% крепости, который тоже можно рекомендовать. И тоже выдерживался в бочках из-под хереса. С типичными сухофруктами, специями, орехами и табачным листом. С типичными я имею ввиду для категории, которая выдерживалась в бочках из-под хереса. То же самое можно сказать про категорию бочек из-под бурбона, где типичными являются ваниль, карамель, сладкая кондитерка. Также можно было бы попробовать, например, Аберло 12 лет, который тоже с невысокой крепостью, 40% на данный момент. И там хоть и два типа бочек используется, но все-таки уклон именно в хересную сторону. Ну и, конечно, я не мог не порекомендовать какой-нибудь торфяной виски, с чего начинался именно мой путь. И, например, это может быть вполне лафройка. Только у меня здесь квотер-каск, потому что десятки у меня нету. Здесь крепость уже повыше, 48%, по-моему, да, процентов, да, 48%. Но я бы рекомендовал именно десятку, 40%, которая не сделает ожог новичку. И при этом даст понять, что такое торфяной виски. Также можно взять, например, релиз Селект, который достаточно слабенький, но у него тоже коммерческая крепость 40%, и для новичка это тоже будет достаточно. Еще бы можно было порекомендовать, например, Логовулин 16 лет, но это уже значительно дороже, при этом крепость 43%, и новичку тоже даст полное понимание. Кстати говоря, если готовы заплатить побольше, как, например, за Логовулин 16, в категории, например, виски, выдержанные из-под бурбона в бочках, можно порекомендовать Далвини 15-летний, например. Но, учитывая, что мы сейчас говорим о адекватной цене, то вместо Логовули на 16 лет, новичку я скорее порекомендую Коуилу 12-летнюю, которая имеет тоже крепость 43% и значительно дешевле стоит. При этом имеет все те же типичные для Айлы копченые нюансы. Уже в дальнейшем я рекомендовал бы, конечно, попробовать что-нибудь покрепче, но при этом что-то такое, что сможет вам помочь перейти на более высокую крепость. Например, хересные бочки с таким достаточно сильным влиянием очень сильно помогают эту крепость не чувствовать и помочь разобраться именно в палитре, в вкусовой и ароматической. И, например, это может быть Килхомен Санейк, который уже 46%, не проходил холодную фильтрацию, при этом эти 46% в нем вообще не чувствуются. И он покрывает, он выдерживался в бочках из-под бурбона, в бочках из-под хереса, то есть там такая комбинация, причем больше в хересную сторону, и он торфяной. Ну, а дальше я бы порекомендовал, чтобы еще перейти в более высокую крепость. Например, Артбек угадал. То есть там будет крепость еще выше, влияние торфа, влияние хереса, и крепость его более еще высокая, тоже очень завуалирована и не чувствуется. Но это уже в дальнейшем. А помимо этого, я бы еще порекомендовал попробовать ирландские виски. С их тройной дистилляцией. Да, конечно, сейчас уже есть тройная дистилляция и в Шотландии, помимо Акинтошина, конечно. То же самое в Ирландии. Помимо тройной дистилляции, есть дистиллерии, которые делают двойную. То есть это уже не отличительная черта, но все-таки это было свойственно в основном именно ирландским виски. И для этого я бы порекомендовал, например, Телмор Гью, но именно сингл молд. Здесь у меня 18-летний, и это, конечно, не так уж дешево. Поэтому я скорее новичкам рекомендую 14-летний, более бюджетный вариант. Крепость тоже невысокая. Сингл молд, тройная дистилляция, даст понимание о том, что такое именно ирландский такой стиль, более мягкий. О чем как раз любят говорить новички. Либо еще такая категория, как ирландский сингл под стил. Редбрест здесь тоже это очень дорогая версия, 21 год. Я же говорю и крепость выше. Я же говорю про двенашку, которой у меня сейчас нет в данный момент. Там крепость коммерческая, 40%, но тоже очень хорошие виски, которые можно порекомендовать новичкам, чтобы было понимание, что такое сингл под стил. Такая вот ирландская категория виски. Ну а когда вы уже перейдете к более высокой крепости, с помощью виски, о которых я говорил ранее, например, это Ардек угадал, то вы сможете уже погрузиться в настоящий мир виски, без холодной фильтрации, где намного больше всяких шедевров. Ну а на этом давайте будем заканчивать. Если вы впервые зашли на это видео, то не забудьте подписаться на канал, так как впереди много всего интересного. Также не забудьте пройти в описании к этому ролику. Там ссылка на мой Дзен канал, где помимо роликов, таких видео, я еще и свои письменные заметки выкладываю. Также ссылка на мой Телеграм канал, где вся актуальная информация, а также можно в нем перейти в чат, где мы общаемся с подписчиками, делимся всякой информацией по поводу скидок, акций и также общаемся на всякие околоалкогольные темы. Ну и конечно не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы накормить алгоритмы Ютуба и помочь продвижению канала. И также обязательно напишите комментарий, понравилось ли вам видео и стоит ли продолжать выпускать какие-нибудь обучающие ролики. Ну и если есть желание помочь развитию канала, то в описании еще указан номер карты, а также ссылка на донаты. Ну а на этом давайте будем заканчивать. Всем пока, до новых встреч!